«А нас за что?» – говорили 24 марта жители села Журавлевка Белгородской области РФ, рассматривая развалины двух десятков своих домов. Возможно, они и не успели это сказать. СМИ РФ не сообщили их мнение о нападении России на Украину, даже в формате одобрения. Но вопрос «За что?» витает над РФ и становится в последнем ряду вечных российских «Кто виноват?», «Что делать?» и «Как нам обустроить?» Поставил вопрос перед населением никто иной, как Путин, много раз называвший незаконными, несправедливыми, нелегитимными экономические санкции против РФ за нападение на Украину в 2014 году. Он сравнивал их с объявлением войны и нападением на Россию. Он первым спросил «А за что нам санкции?» и сознательно совершил подмену причины следствием. Ответ на вопрос «Россияне вместе со своим Путиным хорошо знают» – за войну, за нападение на Украину, за убийства, за разрушения, за отнятые территории. Но вместо того, чтобы раскаяться в преступлениях, они стали сочинять 101 оправдание своей агрессии и экспансии. На Украину и страны демократии палились потоки фейков, часто взаимоисключающих. Результатом стало завершение оформления рашизма как государственной идеологии РФ, суть которого кратко озвучил Путин. Где русский, там и Россия. Эта формула позволяет рашистам оправдать любую территориальную экспансию и любые преступления. Личный вклад отдельных госслужащих в пропаганде идеологии рашизма более чем очевиден. Поэтому Служба безопасности Украины анонсировала 23 марта подготовку бумаг для запроса в Интерпол о международном розыске и задержании Киселева и Скобеевой. Им также направлено подозрение на двух языках с обвинением о посягательстве на территориальную целостность Украины. За это, согласно части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, положено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Министр пропаганды доктор Геббельс не случайно принял яд 1 мая 1945 года и отравил заодно шестерых своих детей. Он адекватно оценил место пропаганды в идеологии нацизма и в войне, а также свою роль в этом. Сомнительно, что Киселев, Скобеева, Соловьев, Симоньян и т.д., а также идеологи рашизма, как Сурков, Бородай, Дугин или Гундяев, известный еще как Патриарх Кирилл, последуют примеру Геббельса. Впрочем, не будем исключать, что по мере приближения конца рашизма появится известие об имитации смерти с целью выехать по фальшивым паспортам в нейтральные страны. Усложнить эти попытки и призвано направление запросов в Интерпол о задержании. Прямая причастность пропагандистов и идеологов рашизма к военным преступлениям, вне сомнений. Самоубийство Геббельса поставило все точки в таких дискуссиях. Это единственное, за что человечество может быть ему признательно. Он умер намного честнее, чем жил. Но и в этом солгал сам себе, убив своих детей, которым точно не угрожала смертная казнь. Пропагандисты по убеждениям неисправимы, в отличие от идейных искателей. Реестр идеологов и пропагандистов рашизма с 2014 года ведется группой миротворец с подробностями карьерного роста. Учтены все категории, включая скромных тружеников ботаферм типа Ольгина, решивших немного подзаработать на культивировании ненависти к украинцам, геевропейцам, демократии и продвижению рашизма в соцсетях. Скоро перед ними, как и перед жителями села Журавлевка, тоже встанет вопрос. А нас за что? Они будут оправдываться, мы никого не убили, мы люди маленькие и нас не спрашивают. Но Геббельс с Гитлером тоже никого лично не убивали. Это делали маленькие люди, которые в мае 45-го однообразно твердили, что они только выполняли приказы. Почти как полтысячи солдат российской армии, взятых сейчас в плен, которые однообразно бубнят. Мы ничего не знали. Не знали даже об объявлении Путиным военной операции и просто поехали на учение после месяцев сидения в боевой готовности возле украинской границы. Российские солдаты, которые стреляют и видят указатели и надписи на украинском языке, не хотят признать, что ведут захватническую войну в другой стране. Так как точно знают, есть за что судить и наказывать. Даже командир разведроты, попавший в плен в первые дни войны, старательно твердил, что он якобы не участник боевых действий. Если так ведут себя непосредственные участники вторжения, то какой ответ можно ждать от остальных россиян на вопрос «за что?», который им еще не так актуален, как для пленных или жителей Журавлевки, первого населенного пункта в РФ, разрушение которого прямой результат российской агрессии. Большинство из них пока сопломбом повторяют основные нарративы, оправдывающие войну, которые создали пропагандисты расшизма. Повторяет, так же, как с 15-го года, пересказывает нарратив о том, что война в Сирии нужна для того, чтобы оттуда в РФ не прошли некие бармалеи и исламские террористы. Повторяет, не потому что верят в бармалеев или бандеровцев, а потому что маленьким людям России безразлично, чем оправдывать свои войны. Для этих маленьких людей важно ощущать себя большими и важными начальниками мира, которые бомбят, кого захотят. Хотят – бомбят Сирию и Украину, а захотят – и Польшу будут бомбить. Могут даже всплыть на подводной лодочке с ядерным моторчиком возле Америки. Этим рабы российского авторитаризма создают себе успокоительное «мы не рабы, мы властелины мира». В СССР такая успокоительная таблетка носила принадлежность к пролетарской нации, которой принадлежит будущее и весь мир. Идеологи расшизма заменили это принадлежностью к русскому миру, которому тоже должен принадлежать весь мир. Пока маленькие люди России вместе с большими кремлевскими с гордостью и упоением слушают новости от пропагандистов рашизма о том, как их армия расстреливает ракетами с большого расстояния города в Украине. Обстрел Ивана Франковска ракетами «Кинжал», выпущенными почти из Подмосковья, вызвал в СМИ России шквал гордости за армию и оружие. Это так комфортно, сидишь в Москве и одним нажатием кнопки стираешь за 1200 километров непонравившийся город в Украине, прямо как в компьютерной игре, и ничего в ответ не прилетит. Можно сходить попить кофе и обсудить с друзьями, куда бы еще стрельнуть. Если хочется экзотики и драйва, можно стрельнуть из системы «Бастион» по Одессе из оккупированного Крыма или ракетами «Калибр» с корабля в Черном море по Харькову. Если ракета вместо Харькова попадет в село Журавлевка, пропагандисты объяснят это не ошибкой самого высокоточного оружия в мире, а зверствами украинской армии. Так рашисты испытывают в Украине оружие, которое не смогли испытать в Сирии из-за небольших ее размеров и большой удаленности. В силу географии жителям двух сел Белгородской области Журавлевка и Нехатиевка 24 февраля пришлось первыми отвечать для себя на вопрос «А нас за что?». Одно находится в двух километрах от границы, а другое в шестистах метрах. Через них в тот день в Украину шли сплошным потоком колонны военной техники РФ на Харьков, до которого 20 км. Губернатор области 25 февраля рассказал СМИ, что предлагает жителям обоих сел эвакуироваться в Белгород в связи с неким инцидентом. Этим инцидентом, очевидно, было попадание снарядов украинской артиллерии, бившие по колоннам рашистов, в два строения, но пострадавших не было. Затем инциденты стали учащаться по мере того, как российская армия уничтожала дома в Харькове, доведя число до тысячи. Только в ночь с 23 на 24 марта она произвела по Харькову 140 обстрелов из градов и аналогов, плюс 44 обстрела артиллерии, танками и минометами, кроме ударов калибрами, с кораблей Черноморского флота РФ. Неудивительно, что после всего этого утром 24 марта Раша-СМИ стали сообщать о вывозе из обоих сел более 200 жителей в Белгород и разрушении 20 домов. Для жителей неважно, попали по домам украинские ракетчики, подавлявшие огонь, рашистов, которые отсюда методично уничтожают Харьков, или это промахнулись калибры Черноморского флота РФ. Линия фронта отсел в 15 и 18 километрах, и это дает жителям исчерпывающий ответ на вопрос «А нас за что?». Самый правильный дали граждане и военнослужащие РФ, кто в составе Легиона Свобода России уже воюет в Украине с рашизмом. Всем жителям лучше начинать отвечать на этот вопрос сейчас, пока он не перешел для них в ту же плоскость, как для жителей Журавлевки и Нехотеевки. На практике с правильного ответа на этот вопрос и покаяния начинается дирошизация. Субтитры создавал DimaTorzok